Меня часто спрашивают, можно ли лететь отдыхать в карантин? Законно ли это и если да, то что делать? Все очень просто. Сначала нужно сдать пресловутый ПЦР-тест, максимум за 96 часов до отлета, и потом лететь куда угодно, если страна принимает. Однако на обратном пути придется сдать такой же тест, чтобы улететь обратно, а вот возможность сдачи теста в стране прибытия придется найти самостоятельно. Впрочем, это не сложно, так как большинство туроператоров и отелей прекрасно осведомлены об этой необходимости и сделают вам тест прямо в отеле или аэропорту. Доброго времени суток, друзья! С вами Дима Небилан, и сегодня мы отправляемся на Мальдивы в отель Цинамон Вилипуши, чтобы узнать, каков он отпуск в карантине. Мальдивы – идеальная страна для пляжного отдыха. Здесь практически каждый отель – отдельный остров со своими достопримечательностями и законами, но до острова еще нужно добраться. От аэропорта в столице Мальдив-Малье в любой отель можно добраться на катере либо на гидроплане. Какие-то отели включают трансфер из аэропорта, но часто эту функцию придется оплачивать отдельно, и стоит это недешево. 200 евро на человека за катер и 400 за полет на гидроплане. Катер идет до острова полтора часа, гидропланом лететь 45 минут и, как бонус, вид сверху на самое красивое в мире – Аравийское море. Сам отель, как и большинство на Мальдивах, занимает целый остров и предлагает обслуживание по системе «Все включено», однако есть и другие опции. Самые доступные номера – двухэтажные коттеджи на два номера на первом и втором этаже – имеют прямой выход к собственному пляжу. Номера категории выше – отдельные коттеджи на искусственной косе, прямо в океане, отличаются наличием либо отсутствием джакузи и даже собственного бассейна на террасе коттеджи. Прямо отсюда можно спуститься в океан и поплавать или полюбоваться на местную фауну. Однако глубина в этом заливе небольшая, примерно по пояс, а при отливе и того меньше. И на дне множество острых кораллов, поэтому без специальной обуви можно сразу и надолго поранить ноги. Будьте осторожны. В отеле имеется один большой ресторан, в котором подают завтрак, обед и ужин, а также два бара, одна дискотека, фитнес-клуб, спа-центр и детская комната. Персонал приветливый и общительный, обслуживание на высшем уровне с азиатским колоритом. Так как питание интересует многих и с ним придется сталкиваться несколько раз в день, заглянем в главный ресторан и посмотрим, чем же нас тут кормит. Ассортимент, если делить грубо на 50% с азиат из европейской и на 50% из индийской кухни. Всегда можно найти что-то по вкусу и блюда редко повторяются на завтрак, обед и ужин в течение нескольких дней. Разумеется, спагетти или картошечка будут доступны в любое время, а некоторые блюда повара готовят прямо при вас, поэтому редко, но придется постоять в небольшой очереди за вкусняшкой. Десерты это отдельная песня, здесь их много, они сделаны с любовью и большим разнообразием, а маленькие порции позволяют попробовать все. В баре у воды, где обычно все отдыхают, так как там есть бассейн и основной пляж с белым песком, проходят все вечерние мероприятия и праздники, играет живая музыка. Кстати, песок на Мальдивах самый идеальный в мире не просто так. Это не совсем песок, а измельченное до состояния песка кораллы. Активности, кроме купания и наслаждения природой во время карантина немного. Можно поплыть на катере, посмотреть на закат, на дельфинов, на маленький пляж посреди океана, нырнуть с аквалангом, если есть допуск, или покататься на водном мотоцикле. Посещение соседних островов с местными лавками и знакомством с коренными жителями, доступное в нормальное время, сейчас закрыто. А мы с вами отправляемся проверить подводный мир, так как именно из-за него многие и приезжают на Мальдивы. В заливе много красивых рыбок разных размеров, в основном кучкующихся возле скопления камней или кораллов. В открытом океане на основном пляже попадаются и косяки летучих и других рыб, иногда заплывают огромные скаты. И даже акулы. Но не стоит бояться и убегать из воды, рифовые акулы маленькие и не нападают на человека. Вообще подводная жизнь гораздо более насыщена, чем жизнь на самом острове. На закате остров приобретает просто магический вид, а само солнце и облака творят с небом невообразимые метаморфозы. Субтитры создавал DimaTorzok После ужина все отправляются в бар у бассейна, чтобы потанцевать, выпить и посмотреть шоу, если оно проходит в этот день. В локдауне все так соскучились по танцам, что даже пустой танцпол никого не смущает и настроение царит празднично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, это был Дима Небелан, репортаж с Мальдив. Увидимся в следующем путешествии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спрашивайте, если что-то интересно. А главное, путешествуйте, несмотря ни на что. Удачи!